Просто когда мы от наших близких людей получаем какую-то приятность и вкусняшку, нас это очень устраивает, и мы не считаем это проблемой, понимаете? Не стоит даже тратить время на ту концепцию, что вот я сейчас обрублю все связи, и все у меня будет нормально, все мои проблемы решатся. Нет. Все это с точки зрения обычного ума, потому что с точки зрения йоги все по-другому. Вот то, как я сейчас вам предложу посмотреть на реальность, это определенное сумасшествие для обычных социальных людей. Хотела посвятить занятие тому, чтобы ответить на один вопрос, который какое-то время назад задавала Юля. Вопрос, казалось бы, может быть не совсем относящийся к медитации, но он очень важный. И это то, с чем сталкиваются, ну, наверное, все. Наверное, все. Вот если у вас есть хоть какие-то связи с этим миром, условно, какие-то кармические взаимодействия с разными людьми в семье или на работе, или в любом варианте в социуме, вы можете ощутить на себе то, о чем мы сегодня будем говорить. Вопрос Юля касался взаимоотношений с людьми, которые нам близки в этой жизни. И звучал примерно так, что как же так получается, что в теории ведь йога и то, что мы ей занимаемся, изменение нашей энергии, там, работа с умом, все это должно способствовать гармонизации нашей жизни, да, улучшению, например, отношений с окружающими, мы же столько терпим тут сидим. По факту бывает такое, что получается с точностью да наоборот. И отношения с окружающими обостряются, либо больше непонимания становится, вплоть до, возможно, каких-то там конфликтных ситуаций. И, казалось бы, вроде даже до того, как мы условно начали заниматься йогой, у нас было больше взаимопонимания с нашими близкими. Что же делать? И похожий вопрос прозвучал недавно о взаимоотношениях тоже, о том, что после практики, например, когда удается там хорошо посидеть, да, позаниматься, возникают какие-то сны или мысли о людях, с которыми мы когда-то были близки. Но отношения с ними, например, закончились, как-то, может быть, не по нашей воле и инициативе, это причинило нам определенную боль или неудобство, или по нашей инициативе, но мы там ощущаем какое-то чувство вины, ну и так далее. В общем, давайте сегодня попробуем в двух словах разобраться с этим моментом, чтобы понять, что здесь основное, что второстепенное, да, на что обращать внимание, чтобы действительно проблему прорабатывать, и уже она будет там внешне как-то видоизменяться, не столь важно как. Главное, изнутри мы будем с ней работать. Итак, первое, на что я бы хотела обратить здесь внимание, это то, что как раз ответила на вот второй вопрос о том, что почему возникают вдруг после практики мысли, сны, какие-то воспоминания или эмоции. Опять же, потому что мы с вами очень привязаны к самому себе, как к личности в этой жизни, и мы стараемся через самого себя как бы определить порядок определенного этого мира. И наши близкие важны для нас, потому что они наши близкие, да, то есть это я идентифицируют как мое, вот, например, это мои родители, или это мой супруг, или это мои дети. Поэтому отношения становятся такими плотными, поэтому люди, о которых мы говорим, начинают играть такую большую роль в нашей жизни. Тогда как, согласитесь, для кого-то наш самый любимый и близкий человек — это просто прохожий на улице, и они точно не будут слишком сильно там переживать и убиваться, если вдруг с ним что-то случится, или в его жизни будут проблемы. А для нас это большое страдание — видеть, что кто-то из близких переживает. Поэтому это я вам рассказываю к тому, чтобы мы наглядно поняли, что эта привязанность, она имеет место, она очень сильная, и она очень обусловленная, обусловленная нашим с вами личностным представлением о себе. Потому что как только есть и я, у этого я должно быть мое. Понимаете? Я и мое — это большая проблема. И отсюда начинаются заблуждения и проблемы тоже другие. Поэтому, когда у нас манифестируются сложные взаимоотношения с самыми близкими людьми, это опять же говорит о том, что есть привязка. И раз есть привязка, значит, внимание и сознание все время плещутся вокруг этой сильной привязки. И как только в практике поднимается энергия, у нас появляются силы условно эту привязку усиливать. То есть мы начинаем подавать туда топливо. Поэтому если мы прокачиваем в практике энергию, но при этом не меняем сознание, получается медвежья услуга самому себе. Я это говорю не к тому, что вы как бы с помощью практики сознание не меняете, поэтому могут сложиться такие ситуации. Нет. Я говорю к тому, что вы сами наверняка можете заметить, что наше сознание меняется очень медленно. И большими-большими усилиями. То есть нам нужно очень-очень много оттерпеть, чтобы действительно какой-то урок, маленький-маленький, какую-то кармическую завязку, зацепку, пройти, разобраться с этим и настолько сделать выводы серьезные, чтобы больше не возвращаться к этому. Мы это можем делать очень-очень маленькими шажочками, очень-очень медленно, потому что наш ум, он только стремится привязываться. Только что-то увидел, сразу мое-не мое, сразу в иерархии выстраивает. Он не стремится освобождаться. Поэтому развитие происходит так медленно. И, конечно, когда у нас энергия с вами есть, от практики, она начинает стремиться туда, где эти люди наши близкие находятся. И проблема даже не в поведении этих людей, а в том, насколько остро мы от них воспринимаем что-то, насколько важно для нас любое их слово, любое мнение, любое действие, поддержки или наоборот, когда они нам пытаются противостоять и так далее. Потому что если бы все то же самое делали люди, которые нам мало знакомы или вообще незнакомы, нам было бы все равно. Понимаете, нас бы это так сильно не ранило, не задевало, не цепляло. А здесь зацепка есть сильная, к ней устремляется энергия, все это начинает расцветать бурным цветом, добавляется в этот котел бурлящий куча эмоций разных, ожиданий, представлений о том, как к нам должны относиться те или иные люди. Тут же за этим следует разочарование, печаль какая-то, обида, возможно, и так далее. То есть, вот, увидите, пожалуйста, причину этого, да. Не стоит искать причину во внешних вещах, типа какого-то конкретного человека или какой-то конкретной ситуации. Проблема именно более глобальная, более широкая. И у нас эта привязка есть всегда. Просто, когда мы от наших близких людей получаем какую-то приятность и вкусняшку, нас это очень устраивает. И мы не считаем это проблемой, понимаете. И мы хотим всегда от них получать вкусняшки. Но когда вместо пряника получается кнут, нам что-то это сразу не нравится. И здесь как раз вопрос в том, о чем мы с вами говорим много-много-много уже, я не знаю, дней, недель, месяцев на этом курсе. это отстранение и от, можно сказать, привязанности к сладкому и от чувства горечи. То есть только отказавшись и от приятности, можно перестать испытывать неприятности. Я говорю, опять же, это не к тому, что нам нужно там всем уйти в отшельники, не создавать никаких связей и так далее. Они уже созданы, от них уже никуда не денешься. И кроме того, наши с вами сущности, да, вот какие-то, прожили много-много жизней. И из тех жизней тоже уже очень много всего создано. И даже если мы перестанем что-то создавать новое, нам еще разгребать и разгребать, как говорится, из прошлого. Поэтому не стоит даже тратить время на ту концепцию, что вот я сейчас обрублю все связи и все у меня будет нормально, все мои проблемы решатся. Нет. И проблемы на самом деле они даже не в том, что мы обросли с вами кармическими связями, потому что это можно использовать в очень благом русле. Проблема в нашем цеплянии. Опять же, в этом я и мое или не мое. Это первый момент. Поэтому не удивляйтесь, что у вас увеличивается энергия и увеличивается процент каких-то непростых ситуаций с самыми близкими людьми, потому что вы дали туда энергию очень сильно к этой привязке. Второй момент. Мы просто с вами, знаете, не представляем, сколько раз мы косячили, насколько мы заработали себе долгов, и сколько нам нужно оттерпеть, чтобы эти долги хоть немножко вернуть и чтобы немножко очиститься от каких-то обращений, можно так сказать. Поэтому каждый из нас с вами живет невероятным долгом. И то, что есть близкие люди или там, ну, не близкие, ну, условно, да, те, которые вот в фокусе вашего внимания в данный момент, причем это могут быть люди из прошлого, вообще не вопрос. Может быть, физически вы с ними давно уже не общаетесь и не держите контакт, но если они в вашей голове все время сознательно или подсознательно, они находятся в точке вашего, в зоне вашего фокуса, да, они находятся в вашей реальности. Пусть физически их здесь уже и нет давно. Поэтому если есть вот такие люди, которые проявляют нам сложности, это, ну, вот как бы парадоксально ни звучало, это наоборот везение и благая карма. Потому что карма, она может проявляться через разные источники. И когда карма проявляется остро, это возможность быстрее отработать какой-то большой слой, пласт. Почему остро через близких людей? Потому что на близких людей, как мы с вами вначале сказали, мы больше всего реагируем, больше всего. Это люди, которым, мнение которых или отношения которых нам важнее всего в жизни. Поэтому Вселенная, она просто берет этих людей и через них начинает отражать все, что нам нужно пережить. Если мы не сумеем от них пережить, мы растянем на очень-очень долгий промежуток вот эту процедуру очищения, да, как это сказать, чистки вот этой вот самой сложной кармы. То есть кто-то может идти по этому пути, да. Это определенный облегченный путь. Для кого-то он актуален. Для кого-то актуален, может быть, потому что другой путь, более интенсивный, но он не выдержит, знаете, слишком обожжет его это. И он может надолго сойти с пути саморазвития. Но здесь очень важно помнить, что убежав от проблемы, мы ее никогда не решим. То есть если вы решите, например, сойти с пути саморазвития, чтобы не провоцировать конфликты со своими близкими, это точно никуда не денет проблемы. Понимаете, следующая жизненная кризисная ситуация, она сколыхнет все то же самое. Тогда как с помощью практики, если мы все это перетерпим, то следующий кризис, он наоборот, уже не будет так остро переживаем. Поэтому здесь очень важно понимать, что если вдруг перед вами проявляется такая ситуация острая с близкими, это шанс сейчас пройти более неприятный участок своей жизни, своей кармы, а потом будет проще. С точки зрения энергии именно так. Сможем мы или не сможем, это уже вопрос именно того, насколько натренирован и дисциплинирован наш ум, насколько мы можем отдаляться от эмоций. Согласна, что женщинам это сложнее делать. Тем не менее, какой выход, как говорится, приходится. То есть наша практика, она наоборот нам в этом помогает. Она помогает не сделать в итоге кризис, который может быть чуть-чуть оттянется, но все равно придет еще более ярким и разрушительным, возможно. Поэтому все вот эти наши самые близкие люди, которые для нас больше всего значат, они самые лучшие отмыватели нашей кармы. И не нужно забывать о том, что здравый смысл, здравое отношение к этим всем проявившимся в нашей жизни людям должен быть как-то сильнее, должен превалировать над этим чувством невероятной привязанности. Потому что, вот как недавно читала у одного учителя, прекрасную вещь он сказал, он там говорил о человеческом теле, и он сказал такую вещь, что даже самый-самый близкий ваш человек, который любит вас больше-больше всего, после вашей смерти не станет хранить ваше тело больше нескольких дней. Он просто выбросит его там, ну, похоронит условно, да, каким-нибудь способом и все. Ему не нужно это тело рядом с ним. Поэтому, пожалуйста, да, давайте мы попытаемся относиться как-то адекватно к людям, которые, да, очень много значат в нашей жизни, да, мы их очень любим, но все-таки давайте смотреть не в рамках одной жизни и не в рамках, ну, какого-то очень узкого периода времени, да, там, например, кризис, там, не знаю, с мужем или кризис с братом, с сестрой, с родителями, с ребенком. Но это всего максимум на несколько месяцев, ну, максимум, 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 максимум на несколько лет. Понимаете, по меркам того энергетического и кармического существования, которое есть у каждого из нас, это очень мало. А мы на основе этого делаем какие-то выводы и, возможно, начинаем сомневаться на пути саморазвития или притормаживать. Притормаживать. Каждый из вас должен здесь принять решение сам, сможет ли он выдержать такую крутую проверку, да, такой крутой экзамен, если у него есть какие-то сложности с важными для него людьми. Но при принятии решения имейте, пожалуйста, в виду те вещи, которые мы сейчас попытались разобрать. И то, что нам с вами очень-очень-очень много терпеть нужно, это 100%. И, знаете, я в свое время ну вот, по-честному сказать, прозрела. Просто прозрела, когда я увидела... У меня есть один знакомый мастер, учитель, который много всего, в принципе, делает тоже для... Ну, как служит. Вокруг него есть определенные люди, которые там тоже ну, разными, можно сказать, отношениями с ним связаны. В том плане кто-то там является, например, учениками, кто-то является какими-то помощниками по определенным там направлениям его деятельности. Ну, в общем, с многим он общается. И среди, конечно, его окружения проявляются периодически люди, которые, ну, проблемные, условно, да. Вот с сознанием периодически у них происходят трансформации, и, ну, они доставляют определенные неудобства этому мастеру. И несколько лет наблюдая его жизнь, там, общаясь с ним, я все никак не могла понять, ну, чего же он... Ну, зачем же, как бы, он это терпит, да, этих людей рядом с собой. А ведь у него такая вот действительно тоже большая миссия. Он очень много делает для того, чтобы пытаться людей как-то на путь поставить. Я думала, ну, почему он просто вот не откажется, например, от конкретных каких-то людей, которые в определенный момент времени начинают сильно доставать и, ну, там, не поставить на их место кого-то другого, да, условно. Потом я поняла, что для этого мастера конкретные персоналии, они вторичны. Для него важна определенная энергетически кармическая составляющая, и он понимает, что все проблемы, которые проявляются в его деятельности, там, через каких-то людей, которые начинают какую-то там странную вещь совершать, через какие-то события, потери, возможно, на пути. Он понимает, что это просто проявление его кармы. И он не отождествляет проблему, которая к нему приходит, с тем человеком, который ее приносит. Понимаете, он не персонифицирует вот это условное зло, вот эту сложную карму. Он прекрасно понимает, что если ему должна проявиться такая карма, ему вообще все равно, через кого она проявится. Ему все равно он понимает, что если он заменит там одного человека, то через некоторое время новый человек начнет делать практически все то же самое. Может быть, и сложнее, потому что он не прошел вот тот урок, он не пережил того человека рядом с собой, через которого ему проявлялась его собственная карма. Поэтому следующий, возможно, будет еще тяжелее. И вот это очень важное, просто для меня действительно было прозрение на каком-то этапе. Я поняла, что если у тебя действительно косяки в карме есть, они у нас у всех есть, вот поверьте, и достаточно тяжелые на самом деле, ты никуда не денешься от того, чтобы перетерпеть. И по сути тебе все равно, кто проявляет себе эту карму. Твой любимый муж, который вчера говорил, да ты у меня самый лучший, я тебя прекрасно понимаю, а сегодня говорит, да, как бы, мне вообще неудобно с тобой жить, мне это все тяжело, и, в общем, не знаю, что дальше делать. Либо это будет начальник на работе, либо это будет какой-нибудь друг, любой, понимаете, человек. Даже не влияющий на нашу судьбу, какой-нибудь чиновник где-нибудь сидит, поставил какую-нибудь закорючку в каком-то документе, и у нас вдруг какие-то проблемы появились, да, система какая-то пришла к нам в гости. Поэтому, опять же, говоря, по сути, по-взрослому, не важно, кто вам проявляет эту энергию. Если у вас утяжеляют соотношения с окружающими, единственный вариант это терпеть, понимаете. Причем, окружающие могут пятьсот раз психовать, отворачиваться от вас, прекращать с вами общение, там, еще что-то. Вы вот как этот, какой, ну, знаете, солнце, или луна, или как маяк, он не бегает, маяк, по берегу за людьми, чтобы им посветить, он просто стоит и светит. Увидят его люди, не увидят, воспользуются его светом, не воспользуются, так же, как с солнцем, ему все равно, понимаете. Это его природа светить, оно не может не светить. Где-то это солнце называют индийским, где-то японским, где-то американским. Это все концепции людей, которые называют это солнце. Солнце одно и светит оно одинаковое. Земля вращается, понимаете, у кого-то ночь, у кого-то день, кто-то изнывает от излишней жары и тепла этого солнца, а кто-то изнывает от нехватки этого солнца и его тепла. А солнце все равно одно, оно как светило, так и светит. То есть все обстоятельства, которые это солнце для кого-то проявляет, зависят только от кармы существ, которые с ними взаимодействуют. Если мы с вами научимся быть таким солнцем хотя бы иногда, то конфликты, если они и будут, они достаточно быстро затухнут, потому что они не получат своей подпитки и своего продолжения. И близкие, возможно, из какого-то непонимания немного постараются как бы поконфликтовать, возможно. Но если вы этому конфликту не дадите развитие, вот как сидели условно, занимались собой, так и сидите. как у вас был распорядок дня, так он и есть. Как вы не ели мясо, так вы и не едите мясо. Ему кислорода просто не будет для этого конфликта, для развития. Вот, это, если говорить, ну, наверное, по-честному и без обиняков. Если дать определенное послабление своему уму, конечно, тоже вариант, потому что ум каждого из вас, когда происходят те или иные события, заточен именно на свои обстоятельства. Я ведь сижу тут такая умная, рассуждаю, говорю, не обращайте внимания, но я ведь не знаю, какие у вас конкретные обстоятельства, какие конкретные отношения с конкретным человеком, на меня это не оказывает такого влияния, например, как на вас, но на меня оказывают влияние другие обстоятельства, которые к моей жизни имеют отношение. Поэтому понятно, что все по ситуации нужно смотреть, но опять же не путайте форму и суть. Суть она в том, что в общем терпим и не важно, что и от кого мы терпим. Пока по карме есть терпеть, это терпеть будет проявляться из любых источников. Если по карме нет терпеть, оно ниоткуда не возьмется. А у нас по карме с вами очень много. Но это определенная суть. Вы можете варьировать ее по своим обстоятельствам, по своим возможностям терпеть или переносить какую-то жесткую правду условно. Но не отходите, пожалуйста, от сути, не забывайте. потому что ум очень быстро захочет подменить понятия и он поменяет вот эту суть терпения, аскезы, служения, сострадания, отдачи долгов на то, чтобы вам немножко облегчить ситуацию, возможно, если она слишком вас ранит или обжигает в данный момент. Ну так вы там и останетесь в этой облегченной, усеченной реальности. Да, на какое-то время вам полегчает, но потом придет следующий кризис в гости и не поможет то, что вы себе когда-то упростили тропинку. Поэтому, пожалуйста, не эмоционируйтесь сильно по этому поводу, практически учитесь практически никакого значения не придавать тому, что бьет по вашим эмоциям. Это самая непостоянная вещь, которая есть в этом мире. И если вы чувствуете, что вам тяжело это принять, попробуйте позаниматься побольше аналитической медитацией на непостоянство, на пустотность, на конечность этого тела. И когда ты свой внутренний мир наполняешь именно размышлениями такого рода, пропитываешь еще свое энергетическое тонкое тело подобными вещами, ты совсем по-другому начинаешь смотреть на проблему, там, ссоры с родителями, минимум у тебя не возникает уже вот это желание конфликтовать, защищаться, ты как-то становишься выше, чем, ну, например, вот эта ситуация. А промолчать, перетерпеть, принять, там, это всегда позиция сильного. Слабый будет до последнего, как, знаете, вот собака, на которую нападает, лаять, кусаться и защищаться, потому что она не может себе позволить проигнорировать эту ситуацию, она слабая, она не может ее взять под контроль. А сильный он всегда может эту ситуацию взять под контроль, позволить кому-то по-другому высказаться, да, и, соответственно, идти дальше. Плюс еще и, возможно, даже сострадание проявлять к тому человеку, который идет на вас с определенным конфликтом, потому что у вас есть уже инструмент работы с умом, у вас есть понимание, что можно перетерпеть, что нужно перетерпеть, и у вас есть навык даже терпеть уже, а у него нет. Представляете, он максимально защищает самого себя сейчас, потому что он по-другому не умеет. И это печально на самом деле, когда мы подавляемся высшим животным в попытке себя защитить. Поэтому относитесь к этому, пожалуйста, попроще, в том плане, чтобы это не сильно цепляло вас эмоционально, не сильно влияло на сомнения в практике, в пути, и вы сто процентов увидите, что через некоторое время ситуация поменяется. Но это неизбежно, понимаете, не бывает неизменных положений вещей. Даже если все очень-очень-очень плохо, в какую-то сторону этому нужно будет когда-нибудь поменяться. Поэтому изменения будут означать то, что ситуация потихоньку улучшается. И никогда не стоит думать, что у нас с вами самые сильные проблемы. Даже если мы с кем-то сильно поссорились, или у нас непонимание, нас отогложат. Поверьте, по сравнению с большинством существ в разных мирах, это вообще не проблемы. И есть очень хорошая фраза о том, что если нам грустно, значит мы думаем о себе слишком много. То есть мы действительно все свое внимание помещаем в свою эго-личность и вот размышляем о том, что нас кто-то обидел, нам нужно защититься от этого, нам нужно отстоять, нам нужно доказать, нам нужно подтвердить самому себе, что правы это мы в итоге. Поэтому, друзья, имеем мужество достойно переживать то, что нам проявляют по нашей карме. Понимаете? есть такая тема о том, что ну есть выражение такой праведный гнев, если вы знаете. И он очень часто у нас возникает, когда происходит какая-то ситуация и например, мы очевидно правы, а человек, который что-то нам делает, он не прав. Я сейчас уже буду говорить не про семью, да, потому что ну конечно все-таки семья, она имеет определенную буферную подушку в том плане, что все мы из-за этих семейных как бы отношений все равно не желаем там каких-то сильных проблем друг к другу, да, и все равно мы не очень жестко друг с другом себя ведем, хотя бывают разные семьи, сто процентов, но большинство все-таки адекватно как-то, да. Тем не менее, просто так как у нас тема такая зашла, про то, как научиться терпеть собственную карму и признавать свои ошибки, и как благодаря этому понимать, что то, что кто-то из близких с нами конфликтует, это не проблема, то есть это потерпеть можно достаточно легко. Как это понять? Вот есть эта ситуация условно-праведного гнева или нашей с вами очевидной правоты, когда, например, мы доверяли человеку, а он нас предал, да, или он нас обманул, или он там нас оскорбил, унизил, ну и так далее, то есть бывают такие случаи, когда, например, особенно на глазах у других людей или как они в курсе этого, что ты вроде такой вообще стоишь, глазами хлопаешь и думаешь, ого, как, ну, почему, да, так произошло, что меня очевидно сейчас обидели. Возможно, кто-то сторонний может даже начать вас защищать и говорить, да, ну, что это такое, да, там, это все несправедливо и так далее. Все это с точки зрения обычного ума, потому что с точки зрения йоги все по-другому. Вот то, как я сейчас вам предложу посмотреть на реальность, это определенное сумасшествие для обычных социальных людей. Они не могут такое понять и принять. Но если у нас получится с вами, то будет очень серьезный прогресс в практике, потому что мы филигранно научимся обходить ловушки собственной кармы. о чем я говорю? Вот представьте такую ситуацию, вы попали в нее кто-то из ваших, из тех, кому вы доверяли возможно, или от кого вы не ожидали условно, воспользовался вами, да, там, не знаю, условно, предал, обидел, оскорбил, ну, короче, не прав он, очевидно, да, даже для всех окружающих очевидно. и ему все могут сказать, слушай, как тебе не стыдно? Ты же как невинного человека сейчас, да, вот так такое положение поставил. Вот эта фраза, как тебе не стыдно? А на самом деле стыдно в первую очередь в такой ситуации должно быть только нам. Только нам должно быть стыдно в той ситуации, если в отношении нас проявляется какая-то некрасивая ситуация. Даже если внешне мы выглядим белыми пушистыми овечками. Как вы думаете, почему? Очевидно же, что другой неправ, да, он гадость условно, подлость какую-нибудь по отношению к нам сделал. Потому что на самом деле любая ситуация некрасивая, которая проявляется в отношении нас, пусть мы даже и невинны в этом случае, она говорит о том, как мы жили в прошлом. И она говорит о том, что мы когда-то делали это кому-то. Поэтому мы должны быть максимально мягкими и приветливыми с тем, кто считается, нас обидел. Не идти выяснять отношения и так далее, а как можно меньше условно привлекать внимание к некрасивой ситуации, которая сложилась в нашей в нашей жизни. Пусть даже мы очень красиво можем выставиться жертвой в этой ситуации. Потому что сведущий, мудрый человек, он поймет, что сейчас это как будто на поверхность вывернули наше грязное белье, или скелеты шкафа достали, а у нас их очень много. Поэтому любая ситуация, когда нас обижают, должна быть нами же самими и предотвращена, чтобы из этого не разгорелся сильный конфликт, и чтобы не полезло наружу все то некрасивое, которое питается только нашей кармой. То есть мудрый человек, он понял намек, что сейчас вылезет что-то некрасивое, и это будет только отражение его самого. Он понял, он сделал выводы до того, как случился какой-то кризис, понимаете, и он пошел его сразу улаживать. Вот. Это как заглянуть в свою карму, это как вывернуть свой ящик с грязным бельем. И нам должно быть очень стыдно, даже если мы с одной стороны внешне невиновны, и по отношению к нам какая-то некрасивая ситуация возникает. Вот это называется быть хозяином своей жизни. Понимаете, даже вот эти вот ситуации выруливать не с точки зрения опять же обиды, эго, не с точки зрения нашей привычной личности, а с точки зрения того, что мы можем посмотреть широко, глубоко и увидеть, какая подоплека взаимосвязей энергетических лежит за тем или иным событием. И это очень круто. Поэтому мудрые никогда не обижаются, никогда ни с кем не воюют, они максимально всегда приветливы и добродушны, они никогда не пребывают в печали, потому что опять же это говорило бы о том, что они слишком много думают о самих себе. всегда найдется человек или существо, которому нужна наша помощь. Даже если есть какие-то удручающие нас события, которые вызывают печаль, нам кого-то жалко, есть рядом с теми, кого мы жалеем или кому мы не смогли помочь, рядом с ними есть десятки, сотни и тысячи существ, кому мы можем помочь в данный момент. Поэтому здесь вопрос только в переключении внимания. Переключиться на печали, депрессию и ничего не делать или переключиться на возможность сделать что-то, что получится. Вот, друзья, такая странная сегодня беседа получилась. Вроде с одного начали, закончили другим, но я очень благодарна Юле, что она такие вопросы озвучивает. Они очень жизненные, они для многих актуальны. И это те вопросы, которые себе постоянно нужно напоминать на пути. Только кажется, что я в теории все понял, типа, а-ля, все по карме, ну и все, ездим дальше, но так не работает. Мы с вами очень эмоциональные чувствующие существа. И вот это все по карме однажды понятое, но со временем обязательно сотрется. Поэтому Будда и предлагал нам размышления на темы, которых не так уж много, но постоянные размышления, которые как раз выводят на очень-очень многое еще. То же самое здесь. Есть определенные точки, которых мы с вами говорили, на которых себя можно проверять периодически. Вообще в ту сторону идем или не в ту сторону. И вот такой жизненный вопрос о карме, о терпении, о баскезах, о том, как научиться это делать на практике, как помочь своему уму не бунтовать, как поймать его же самого в ловушку, в то время, как он нас хочет поймать в ловушку. Это очень важно. Поэтому надеюсь, опять же, сегодняшняя беседа пройдет не зря и какие-то вещи для вас будут актуальны.